Сегодня же Кабинет Министров установил величину прожиточного минимума за первый квартал. Размер за первый квартал составил 9189 рублей, что идет с данными четвертого квартала увеличение на 6,1%. В абсолютном выражении это будет 532 рубля. Для трудоспособного населения увеличение на 6%, в абсолютных цифрах на 555 рублей. Для пенсионеров увеличение на 5,9%, в абсолютных цифрах на 417 рублей. И для детей тоже идет увеличение на 6,8%, в абсолютных цифрах на 587 рублей. По данным Министерства труда, в республике увеличились расходы на продукты питания в потребительской корзине. Повысили сцены на фрукты, овощи, в том числе и картофель. Также по услугам у нас идет вследствие увеличения цен на услуги организации культуры, жилищно-коммунальные услуги и на услуги пассажирского транспорта. Величина прожиточного минимума первого квартала 2019 года увеличилась во всех 14 регионах Переволочного федерального округа. Почему произошел рост выше, чем инфляция, мы должны говорить. То есть в то же время, с учетом всех этих цифр, потому что это первый квартал, мы констатируем, и все социальные выплаты у нас связаны с этим размером прожиточного минимума. Сейчас второй квартал, погодные условия и все остальное. Там антимонопольная служба проверяет. В отдельных регионах там овощи, капуста пять или шесть раз подорожало. Еще один вопрос на повестке дня – реализация инвестиционной программы. Чтобы успеть реализовать все проекты, в срок необходимо как можно раньше заключить контракты с подрядчиками, отметил глава региона. Надо подтягиваться, соответственно, по многому городу Ганаш, по другим объектам. Понятно, федеральный закон 44-й пока по отдельным вопросам сдерживает. Вчера Антон Германии Силуанов, первый вице-премьер, проводил. С 1 июля уступает норма новая. Там практически пользу государственных заказчиков и муниципальных заказчиков. Заказчиков совершенствуется, соответственно, законодательная норма. И ущемления прав получателей бюджета тоже никакого не должно быть.